Дорогие соотечественники! Дорогие, не задумывались ли вы когда-нибудь, что город напоминает человеческий организм? У него есть свои артерии, дороги, свои легкие сады, скверы. У него много чего есть, но главное, как у всякого организма, у города должна быть голова. И вот, когда мы говорим о каких-то тяжелых временах, о каких-то беспорядках, о бардаке и прочем, мы каждый раз должны снова и снова вспоминать знаменитое высказывание профессора Преображенского. Разруха начинается с головы, или точнее, как он сказал, в голове. Сложное хозяйство – город. Город имеет свою душу, город имеет свои традиции, город имеет это самое материальное хозяйство, сложнейшее. И как говорил мой покойный отец, царство ему небесное, запомни, сынок, какой бы век ни был на дворе, все делается людьми, через людей и ради людей. И вот мы пригласили к нам сегодня в студию, хорошо известного вам человека, который пробыл головой мэром Кишинева. Ну, посчитайте, где-то с 1994 по 2005, ну, считайте, 11 лет, почти 12. Этот человек знает досконально все о том, что такое город, как им управлять, и главное, как им управлять не надо. Серафим Александрович Гурий Кен. Да, добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые телезрители. Только одну поправку, если можно. А как без поправки? Не пробыл, а работал. Сейчас пребывают, а я работал день и ночь. Хорошо, как говорят, протест принимается. Вот именно, одни пребывают, и лучше бы не пребывали. И вот я сегодня шел на передачу, на съемки, и у нас дом старый кооперативный, то есть мы сами жильцы как-то, сами себе хозяева, вот рухнули там те деревья, все такое, сами расчистили, все. Ну, я знаю, что у тебя там был хороший садик сзади. Так он и сейчас цел, потому что смотрят, смотрите, с кому. А вот там за ним дальше идет уже, ну, ЖКХ, все вот эти, то есть городские службы. И я помню, когда там просто завал был, эти ветви огромные, там деревья поваленные, жильцы соседнего дома, значит, начали было сами разбираться, там где-то достали бензопилы, где-то что-то, где-то что-то. Пришли какие-то дядечки и течечки и сказали, нельзя, упаси Господь, оштрафуем. Прекратить? Прекратили. Потом появились какие-то странные ребятки, все огромные толстые стволы вырезали и куда-то в неизвестном направлении увезли, а вот этот завал из веток продолжает, как пирамида Хеопса там в этом дворе рядом с нами пребывать. И тоже и в других дворах. Вот как бы можно сказать, что малый штрих, но он как-то не похож на малый. Огромная такая гора, холм вот этих веток, ветвей, никому не нужных, благо стволы утащили ушлые ребята, но это мы видим и в других дворах, и в других местах. Поэтому сказать, что это мелочь, ну никак нельзя, хотя бы из-за габаритов явления по всему городу так знали. Да, с точки зрения истории города, это какой-то мелкий штрих, но штрихи характеризуют эпоху. Вот о чем они говорят, такие штрихи? Ну, я хочу ради справедливости сказать, что винить в том, что произошло, вот эти катаклизмы... Кроме Господа Бога, конечно, не было. Нет, обвинять Господа Бога не будем, потому что... Он всегда прав. Я думаю, что природа поправит все эти явления, конечно, не без вмешательства человека. Вот то, что произошло, произошло, а то, что не было принято мер, экстренных мер, то не говоря экстренных, и на сегодняшний день целые районы города, которые никто даже не начал думать о том, что происходит. Потом надо было экономически сопоставить, а кому, кто. Значит, выгодно ли эти дрова собирать или выгоднее привлечь население, ну, я имею в виду не силу, а через гражданское сознание, на уборку каждого квадратного метра, каждого дома, каждого квартала. Конечно, берите эти дрова себе. Я думаю, что будет намного дороже вот тот путь, по которому они пошли, чем если бы все равно украдут все. Но инициативу граждан надо оформлять и поддерживать. И надо было этим процессом управлять с первых часов этого несчастья, будем говорить. Начиная от первого лица городского управления, должны были даже экстренные заседания, скажем, муниципального совета, привлечь экономических агентов, привлечь технику. Ну, и начинать работать. Они через 3-4 дня проснулись. Знаешь, как говорят, что пока гром не грянет, дурак не перекрестится. Так и на этот раз получилось. Тогда тема начинает, как говорится, сама по себе вырисовываться. Я вообще заметил, когда в беседе, вот перед началом беседы многие, о чем будем говорить, о чем мы будем гореть. Меня удивляет, когда вот люди, о чем будем гореть. Тут вопрос другой. Значит, о чем невозможно говорить, и о чем нельзя не говорить. Вот это важно. Поэтому, когда пришел вот из мира науки, когда к великому Резерфорду, который вскрыл, как атом устроен, великий ученый, значит, к нему пришел один соискатель в аспирантуру, в докторантуру, он ему дал задание. Тот пришел к нему через 2 дня. И говорит, сэр, тот говорит, да, я, говорит, провел исследование, дайте следующее задание. Он говорит, следующее задание, возьми лист бумаги, возьми ручку, и пиши заявление об уходе. То есть, о чем это говорит, что люди с активной позицией, проактивной позицией, это те люди, которые достойны уважения, а люди, которые ждут, что кто-то им поставит задачи, кто-то их поведет в светлое будущее, получают таких мэров, каких они заслуживают. Тут винить некого, пусть об этом подумают граждане, жители нашего любимого города, любимой столицы. Какую позицию они готовы встать? И какую позицию они занимали все эти годы? Пассивную или активную? Да. Потому что, к моему великому сожалению, гражданское общество вообще забыло о месте обитания, о городе, о проблемах города. и оппозиции, к сожалению, не чувствуется. Оппозиция почему-то даже в городе, где совет, скажем, не политическая организация, а больше она хозяйственная, отвечает за быт людей, за обустройство города. А оппозиция получается абсолютно политическая. А когда речь идет об интересах, то находят общий язык. Очень хорошо жили товарищи коммунисты и товарищи либералы. Сейчас, когда речь идет о каких-то личных интересах, тоже находят общий язык. А что поражает, удивляет, скажем, то, что город практически неуправляем. Практически неуправляем. Он идет своим чередом. То есть неуправляемый хаос, потому что хаос не может быть управляемым. Вице-мэра нет. Мэр тоже бог его знает. Станками Путина воюет. Ну, это его. Ну, если вот Апиола уже остановил, говорит, мы и, говорит, в детстве, Виктор, в детстве все играют с чем-то. Солдатики. Да. И, конечно, вот с такой постановкой или не постановкой вопроса, тут, конечно, основная задача муниципального совета не только критиковать мэра, примара, предлагать что-то я не слышал, чтобы были предложены со стороны, скажем, муниципальных советников альтернативные варианты решения тех или иных вопросов. Порой забывают о том, что многие из этих вот, скажем, ущербных для города проектов, кредиты и так далее, которые будут возвращать и наши правнуки. И не те, кто их занял. Да. Наши правнуки вот почему-то все голосуют. Все это интересно кому-то. И проголосовав на сотни миллионов лей, скажем, потом забывают проконтролировать, как идет реализация того или иного проекта. То есть у меня сложилось такое впечатление, что больше частных интересов, интересов отдельных группировок в муниципальном совете, чем интересы граждан. Вот меня интересует как человек, который неоднократно решал вопросы назначения скажем вице-мэров. У меня было шесть в начале в 94-м году, когда начал. Шесть. И мы не успевали. Вот потом четыре и было очень много работы. Встречались десятки раз за день. Когда я спрашивал предыдущих вице-мэров, как вы работаете? Они говорят, а мы вообще не работаем. А как вы встречаетесь? А мы никогда не встречаемся. А как вы принимаете решение? А никак. Вот это ответ некоторых вице-примаров на мои вопросы. Я не критикую никого, но быть довольным тем ситуацией, которая сложилась в моем доме, потому что наш город это мой дом. Конечно. не один здравомышленный человек не может согласиться. Потом все идет на подобрыв, все идет на слом, все идет на развал, все идет на потерю этого прекрасного когда-то города. но отсутствие скажем работы и муниципального совета и мэра по соблюдению генерального плана развития. А он есть? Конечно есть. Я боюсь, что судя по тем диким застройкам, что мы наблюдаем, там помине нету. это другой вопрос, если скажем своим распоряжением примар актуальный может отменить целые задачи, которые предвидены, предусмотрены в генеральном плане, скажем, то есть план превратился в бумажную фиксию. Бульвард Кантемир и так далее. Это просто последний генпанберн утвержден в 1989 году. Он был проработан, выпущен специалистами из Москвы, Ленинграда, Киева и нашей. По всем стандартам градостроительства. А тут понатыкали во дворах свечек. Когда уже после 1991 года поменялись акценты, начали корректировать выводить промышленность за черту города, то перепроектировали некоторые кварталы города с учетом требований. Для этого ПНУД выделил тогда мне 400 или 500 тысяч долларов на эту работу. Они утвердили вот эти изменения уже в 2007 году, после как я ушел с этого поста. Так что удручающее состояние. И вот я говорю о гражданском обществе. Я помню, когда на бульвар Троян и проспект Мира вырезали там деревья под пятно общежития, там было зарезервировано на этом углу строительство общежития. Это уже стало неактуальным. И перепроектировали и начали должны были строить и построили таки Макдональдс. Был подписан новый договор на строительство семи Макдональдсов. Было построено в городе только три. Три, потому что наш примитивизм привел к тому, что компания отказалась реализовать этого проекта, построив только три. То есть сама ферма Макдональдс отказалась? Я был очень рад тогда. Каждый объект это 130-150 рабочих мест для молодых людей. Это объект высокой культуры. Это объект, который очень привлекателен для детей. Когда у них не пошла выручка, они пришли ко мне с предложением разрешить торговать пивом. Я сказал, идеологии той, которой мы договорились, мы не отойдем ни на минуту. Но тогда этот хай, который подняли, привело к тому, что отказались. К чему я это говорю? Что сейчас посмотрите, что превращается парк Валя-Морина. Врежут налево и направо гектарами сотни деревьев. Это легкие столицы. Это не только легкие, это в прошлом это гордость нашей столицы. Это место особо оформленное, особой красоты и так далее. Сейчас строят офисы, жилые дома между озером и товарищем Лениным. То есть говорить о каком-то плане просто потеряло смысл. Парк в долине роз. Идет расхищение. Нет, это просто хищничество. Нет, это даже это криминал. Это настолько криминал. Или скажем Киевский проспект. Он же не был идиотами спроектирован. Сейчас когда оттуда ехал к центру города со стороны Дворца профсоюзов и так далее, то перспектива просматривалась в городе. Видно было и кафедральный собор, и панорама, и перспектива, и телецентры. Это лазь была какая-то. А сейчас поставили какой-то туалет именно в парке. Я извиняюсь, но такой объект, который ни ума, ни совести, ни архитектурного облика и так далее. И испортили, скажем, и это. Потом этот микрорайон на опять на секторе Рыжкана опять появляются вот эти многоэтажные дома, хаотически так разбросаны. То, что делается в целом по всему городу, это если не остановить, я хочу сказать, что ущерб, который наносится городу сейчас, я без злости, без против кого-то. Просто объективная констатация. Мне ничего не надо, но я строитель, архитектуру изучали, учили и Грозаву те же профессора, что и меня архитектуру. Знаете, вот вы были послом в Китае. В Китае я был первый раз в 94-м году в Шанхае. Ну, для меня это было с содроганием. Да, огромный мегаполис. Обромный мегаполис, двухэтажный и все эти улицы, худицы и прочее, прочее. вот, но последний раз я был где-то в 2009-м или 2010-м годах. Тоже в Шанхае. если тогда только на острове Пудон, там была эта свободная экономическая зона, или башня это только строилась, то уже в 2010-м или году, когда я был, это совершенно другой город. вот там чувствовался план, там чувствовалась идея, воплощенная. Появились акценты, появились отели, появились здания ультрасовременные. И проявился план будущего. У нас не прогресс, а регресс. И то, что мы хвастаемся, что вот мы строим, мы строим. Это хаос. И разрушение. Это бомба замедленного действия. Я вам поясню, что это такое, почему это бомба. Потому что то, что строится квартира, это хорошо. Но то, что инженерия, вот, канализация, электросети, вся инфраструктура, дороги, газ, вода и прочее, и прочее, значит, сети не развиваются, в сети не инвестируется ничего. И поэтому по улицам течет вода. И поэтому вот на в районе республиканской больницы, там более 2000 квартир, я был, вот, встречался с врачами республиканской больницы, я не говорю, Сергей Александрович, катастрофа с заселением этих квартир, имея в виду, что сети были рассчитаны на один объем эвакуации с точных вод. Они не справляются. Сейчас это все, все эти гадости выходят на поверхность. Сеть не выдерживает. И скоро станет понятно, что не хватает мощностей под электроэнергией, кабельные сети не выдерживают, уже в центральной части города, они имеют 40-50 лет эти трансформаторные подстанции, кабели, и они уже очень много отключений, аварийные и так далее. То есть, аварии это верный признак, что система начинает сбоить и умирать. И умирать. Мощности одни. Потребление растет. А система не справляется. Инженерные сети, все коммуникации не развиваются. Они отстают. Потому что вкладываться в это никто не хочет. Все хотят сливки. Вась вась инвесторами договариваются как-то. А заставлять их или поставить условия вкладываться в инфраструктуру это обязательно надо вкладываться в инфраструктуру или во что превращают вот сейчас с этими стоянками. Но стыд и срам слушайте. Где вы видели, чтобы центральный проспект любого города, любой столицы мира был превращен в стоянку. Зеленый город сейчас весь в бетоне. А где газон? Где когда зеленый город, скажем так? Нет, это просто а еще вот то, что я никак не могу согласиться. Мы зарезервировали эту площадку за цирком для строительства стадиона. 60 тысяч мест, посадочных мест. Значит, это было рассчитано на перспективу. другой площадки нет в городе и быть не может. Вот, как-то. Такой же стадион построен такой же чаше в Вереване. Вписывается идеально. И главное в том, что тут годами природа, местоположение само собой решило вопрос размещения там стадиона, потому, что вокруг для эвакуации людей 60 тысяч это не так просто. А вокруг этой чаши дороги, коммуникации, троллейбусы, автобусы, такси, машины. Вот это слово блудие, вот что построим на въезде со стороны аэропорта и так далее. Значит, это как бы движение в одну сторону. И как ты вывезешь оттуда 60 тысяч человек? Ну, если дураки управляют, но делать я больше ничего не могу сказать. Как говорят молдаване, вай декаб, вай деки шари. Ну, что делать? Народная мудрость никто не слушает. Подпевали друг друга и товарищи коммунисты, вот, потому, что мы начали, вот, и начали вывод, скажем, автостанции из центра города, которые загружали, да, городская автостанция, которая за рынком. Мы начали в 2003 году строительство на автостанции, а не свинарника, как построил товарищ Воронин с его подвижником, как его, министр транспорта, которого он выдвинул кандидатом мэра. И быстро построили этот сарайчик там, позорище. А уже другой, вот, они работают руку в руку, они противоположности вот не притягиваются, они отталкиваются. А этот деятель, уже который работает в городе, ну, превратил автостанцию вообще в гадючник. А там должна была по проекту быть, должна была быть построена паркинг на 800-1000 машин. Дальше мы начали решать эту проблему с паркингами. Мы зарезервировали места для строительства платных стоянок. Вот, это на перспективу, потому что это не решается в городе за один раз, а это решается на перспективу. И они взяли, когда пришли к власти муниципальные советники и те, и другие, чтобы не повторять. Это какой год был? когда мы начали вот что вы говорите пришли к власти советники? Каких имеете ввиду? Значит, это после 2003 года, 2005, как я ушел, и особенно после 2007 года, когда начали этот бум строительства, либерального строительства, будем говорить так, после 2007 он начался, отменили статус этих площадок зарезервированных, как отменили статус площадки под стадион. Но каким надо быть, может человек жить без части головы, или без рук. без счастья головы иногда может. Так и с этим стадионом. Сейчас будут строить там жилье, эти джентльмены, они не думают. А что с тем стадионом? Проезжаешь такое впечатление, что Колизей в Риме, старинное здание полуразрушенное, в лучшей сохранности, чем этот стадион. В 2007 году, как говорят по указанию товарища Воронин, великий тракторист Тарлев, поехал туда, демонстративно начал разрушать. Я не знаю, я как охотник скоро пойду там охотиться на этой территории, потому что там могут появиться и тигры. Вот там такой бардак, Виктор. Там беда. А теперь поговорим о людях, о тех, кто живет в городе. Значит, когда мне говорят гражданское общество, вы знаете мое мнение. Это на деньги каких-то иностранных контор, значит, пять человечков это общество охраны животных, пять охраны геев, там еще их, там я не помню сколько сотен у нас, ну и везде какие-то дружки или там семейный клан, это называется все под вывеской гражданского общества. Я это не считаю гражданским обществом, ну это просто какие-то я знаю конторы, креатуры бьют себя в грудь. Для меня гражданское общество это граждане этой страны. И вот у меня такой вопрос, я очень часто передача у меня посвящена. Люди добрые, вот почему мы так живем? Мы так живем потому, что мы так мыслим, потому что мы так действуем, это потому, что мы такие, какие мы, такие и те головы, которые нами правят. И вот когда я слышу, а это нас не касается, это все великие политики какие-то там, всякие экономики, всякое бог знает что, поймите, что это все, это есть как раз то, что управляет всеми вашими бедами, тарифами, грязью на дорогах, проблемами, потерей рабочих мест, это все зависит от вас, не отмахивайтесь от этого, и вам будут всегда или селедочные головы, или какие-то хитрованные боесливши, которые вас всегда будут грабить, вот Серафим Александрович, я вот читаю в умных мудрых глазах, вот эту боль, он не говорит вам об этом, а я вам скажу, вопрос такой, люди, почему мы такие, почему нам на все наплевать, и почему мы готовы из-за какой-то чепухи окрыситься, там друг другу глотки рвать, да, а когда конкретно касающегося каждого из нас в нашем дворе, на нашей улице, в нашем районе, в нашем городе, в конце концов, в нашей стране, это как нас не очень волнует, вышли на площадь, наорали, покричали, пошумели, и все, и что, на улицу если выходишь, вот посмотрите, возьмем Францию к примеру, какой-то профсоюз железнодорожников, каких-то там рабочих, им на 1-2 процента что-то там понизили, в чем-то ущемили, люди вышли на улице, красиво организованно, без того, чтобы что-то сжечь, ломать и валять дурака, понимаете, а у нас такое, по всякой ерунде, мы свой гнев на улицу там натворим дел, а потом все так тихонько, как нашалившие все по домам, тихонько, и опять 25, и опять выбираем мерзавцев, и опять же идем на поводу всяких глупостей и преступлений, поэтому и если говорить о той голове, которая должна править городом и избирать своих мэров, избирать претеров, кого еще там надо, значит, это наш всеобщий разум, и эта голова, наш всеобщий разум, должна иметь совесть, должна иметь разум и должна иметь свое видение будущего и свою гражданскую мораль. если я правильно вас понял, Серафим Александрович, что-то подобное вы тоже имели в виду. Я вот что имел в виду, я хочу закончить мысль, которую начал, по позиции гражданского общества, вот то, что я говорил про бульвар Троян, а общество нас всех. Всех неорганизованно и неорганизовано кем-то, а каждый человек принимает решение в отдельности. Хотя мне, скажем, с одной стороны не понравилось то, что люди восстали, закрыли дороги, запретили резать эти деревья, которые там хаотично росли, с одной стороны, но это была позиция гражданского общества. Они пришли и приостановили. это массовый протест всегда должен быть. Мы говорим вопрос, по какому поводу? Потом я приехал, переговорили красиво, все поставили на свои места. Или когда там по отстрелу собак, ой, как собирались. Вы всегда выходили к народу? Всегда. Приходила толпа возмущенная. Вы хоть раз прятали из кого-то вы шелали? ни от кого я не Вы всегда выходили к людям и разговаривали. Когда организовали вот эти массовые протесты студентов, деятели от так называемой теневой политики, не буду я называть кто конкретно, но чтобы 17 тысяч студентов пришли к мэрии в 8 часов утра мы были с вами студентами и навряд ли это настолько привлекательно было бы для нас. Но их подняли, подняли вот богем судья. Но я вышел к ним вот ну там кто-то кинул камень одно другое и мы нашли общий язык. Решили все вопросы. с людьми надо разговаривать. Обязательно. Людей и когда вот организовывали вот эти протесты торговцев центрального рынка приходили к мэрии но их провоцировали специально там не хочу я хозяева политики да они приходили к мэрии и я выходил и говорил идите работайте занимайтесь все но нас выгоняют никто вас выгонять не будет то есть всегда я был среди людей иначе то как а как может осуществиться вот иначе какой-то глава города лидерство без какой-то голова да видишь ли видите ли господин Баршевич в последнее время есть определенный сдвиг вот политического класса тех которые пробираются к власти вот для себе для себя побольше хапать хапнуть и уйти или в тюрьму или если не споймают то вот конечно это сопряжено с большими рисками но люди этого не понимают а что меня вот что мне больно что о городе забыли о каком-то патриотизме не ура патриотизм не 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 это я имею в виду любви к месту где ты живешь уважение я как-то говорил на телевидении у каждого из нас одна мать одна родина вот где ты родился вот и забыть об этом не берешь не берешь это или так наплевательски относиться конечно это это криминал с моей точки зрения если я ошибаюсь пусть вот зрители сделают я ничего не хочу ничего не требую я иногда вот после этих передач столько комментариев вот появляются вот он хочет вот тогда воры вот кого посадили только по указанию товарища Воронина вот а сейчас только счетная палата сколько предоставила пять отчетов за пять лет мэрии вот и должны были сделать определенные выводы и прокуратура и центр по борьбе коррупции и другие правительства и парламент и президент ноль и поэтому уже пришли к тому что некому даже планерку проводить по понедельникам в мэрии товарищ мэр очень занят мирового масштаба птица те сидят кто в СИЗО кто Арис на дому и вы не воруйте слушайте все же не своруйте ну как же иначе Серафим Александрович значит смотрите мы приходим помимо вот говорят бытие определяет сознание почему а я думаю сознание в меньшей степени определяет я хочу сказать что то что вы сказали бытие определяет сознание это одна сторона это прям был в работе Маркса Энгельса капитал справа наверху написано бытие определяет сознание а вторая часть была забыта а сознание определяет бытие если вот часто говорят что там мораль совесть о чем вы говорите профит там все такое все понятно но ребята всякий раз когда человечек что в Римской империи что до этого в империях Александра Македонского что во всех империях всех земных как только мораль начинала рушиться этой империи приходил конец совершенно верно когда Македонский это законная история то есть сознание тоже определяет когда Александр Македонский умирал он сказал чтобы похоронили руками вот снаружи чтобы люди видели что он ничего не унес с собой так что Серафим Александрович остается две минуты скажите нашим дорогим соотечественникам то что вы хотели бы им сказать в этот солнечный прекрасный день весны действительно солнечный прекрасный день и действительно я хотел обратиться к горожанам ко всем зрителям телезрителям с призывом навести порядок в своем доме вот к сожалению вот тот менталитет который культивируется в последнее время он приводит к отчуждению нас друга друга к очень негативному отношению к тому что нас окружает и конечно надо любить надо не надо стесняться надо любить себя надо любить место где ты живешь место где ты родился надо любить своих родителей надо почитать старших потому что дети внуки делают вывод из того как родители относятся к отцам и матерям и так они будут относиться к тебе но немножко хуже потому что все таки прогресс да прогресс поэтому нужно мобилизоваться нужно навести порядок нужно навести чистоту нужно проявить ответственность то что когда мы говорим что вот мэр или совет и так далее не только они виноваты мы виноваты мы виноваты потому что мы келейно все позволяем себе говорить что хочешь возмущаться и так далее а чушь не выходить и не сказать что мы хотим поэтому я призываю к тому чтобы повысить уровень ответственности повысить культуру повысить работать над культивированием патриотизма у наших детей к стране к Кишиневу к столицам к тем культурным ценностям которые мы имеем а не показывать пальцем и дискредитировать и страну и и предков и предков и так далее спасибо всего вам доброго спасибо дорогие соотечественники вот мы выслушали я думаю мы не первый и не последний раз встречаемся с этим человеком я всегда считал что программа позиция это должно быть место встречи площадка в которой люди высказывают именно то как мы называем свою передачу высказывают свои позиции свой взгляд на то как мы живем что мы из себя представляем кто мы такие куда мы движемся кто наши предки что у нас в головах потому что без того чтобы навести без того чтобы навести порядок в голове порядка ни в квартире ни во дворе ни на улице ни в окружающем нас городском пространстве и ни в стране в целом навести не удастся разруха начинается в головах но и порядок начинается в головах тоже слава богу есть люди которые это понимают и пытаются это донести до нас спасибо за внимание с вами была авторская программа оппозиция и я ее ведущий вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич Субтитры создавал DimaTorzok